здравствуйте я хочу напомнить что наш друг и партнер медицинский центр призма мы продолжаем наши эфиры и вот после долгого достаточно перерыва у нас снова стратегический форум и сегодня наши традиционные гости юрий чуновский сергей датюк тарас бебешка и наш новый гость константин колесников здравствуйте ну и наконец-то юра вы появились теперь есть кому сказать о чем мы сегодня говорим ну да мы продолжаем описывать те направления стратегически важные с нашей точки зрения которых разработки которых мы принимаем участие или наша компания с большими группами людей которые тоже этим интересуются и болеют и тема сегодняшнего нашего разговора пространственное развитие о чем идет речь украина ее базовая структура и базовая структура территории организации территории было заложено вместе со всем советским союзом единой схемой расселения единая схема расселения делалось как один из этапов реализации плана гуэлро уже все забыли что государство электрификация россия суд в государственная электрификация а этот план свою очередь базировался на очень серьезных разработках организации которая называлась кепс еще далеко до советского союза в 1907 году комиссия по естественным производительным силам это организация возглавлял которую вернадский и они заложили основу идеологии индустриализации и под эту идеологию была развернута схема как в союзе называлась расселение сколько для советского союза расселение или размещение производительных сил было вопросом государственным и государство могло себе позволить кстати этой империи касалось и государство по звуку могло себе позволить не только что дороги прокладывать но и огромные массы людей переселять туда куда она считала нужным и перспективным поэтому в том числе история донбассе вот сейчас в том числе в качестве донбасс кузбасс кривбасс крым крым и и вот с точки зрения планирования таким огромным образованием как российская империя позже советский союз это делалось на основе идеологии индустриализации чем это выражалось это выражалось довольно простых вещах где источники минеральных сырьевых ресурсов туда подтягиваем другие виды ресурсов в частности человеческий ресурс ну и вот так вот на основе больших геологических изысканий и всего остального мы до сих пор живем в осколке этой схемы то есть мало того что вырезана украина из этого из этой всей идеологии но это идеология еще и уходящего этапа развития всего человеческого ресурсно ориентированная идеология уходящего 10 ноября этого года я специально взял эту новость чего мы обычно не делаем но я процитирую парламентский комитет по вопросам организации государственной власти местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует верховной ради принять за основу законопроект о генеральной схеме планирования территории украины это когда 10 ноября этого года вот-вот-вот-вот-вот только-вот-вот недавно это произошло я не хочу преувеличивать или вообще хоть как-то оценивать нашу роль во всем этом процессе мы 20 лет точно говорим о том что надо переосмыслить пространственную организацию украины но вот сейчас есть даже формальные предпосылки для этого для решения этого вопроса и вроде бы теперь мы уже имеем некоторые даже правовые или административные основания для того чтобы про это говорить и уже не как городские сумасшедшие а как люди выполняющие волю власти выполняющие волю власти вот наконец-то и мы почувствовали себя выполняющими это он жутит черта я только по-настоящему отнеслась ну тут же очень много условных вещей если у нас есть власть если у нас есть воля предполагается ну ладно это другая это пространственное переосмысление это ничего себе задачка я вам хочу сказать да и вот в этом же и есть предмет наших хлопот и рассуждений а на каких основаниях мы теперь будем переосмысливать до вернадский с компанией великие ученые великие мыслители заложили перспективные на то время основания расселения лет назад седьмой год уже больше больше ста лет назад но это закончилось а дальше что мы теперь дальше будем продолжать двигаться в этой схеме тем более что она является кусочком большой схемы или нам теперь надо изобретать все заново эх ты хватил изобретать ну постой до того как ты что-то останешься изобретать я тебе расскажу что будет без всяких изобретений во первых то чем ты можешь вообще оперировать уже не твою потому что земля большинстве своем будет продана есть пути в европу куда мы вступаем значит все каналы все хабы все транспортные манистрали туда есть шелковый путь дай бог чтобы он прошел по нашей территории поэтому мы будем обслуживать его и вот в этой ситуации когда фактически земли будут не наши места хабовые пространственные ну транспортные коммуникативные будут определены ты хочешь что-то изобрести более того это большая опасность поскольку проще всего повторить ресурсный подход к не вся экономика у нас сейчас и все власти которые мы слушаем и повинуемся а ресурсно ориентированное причем в широком смысле слова ресурсно ориентированного в том числе рассматривая как человека как ресурс пренебрежение человека за исключением одного ресурса из этой картины вырезается интеллект интеллект это вообще не рассматривается как ресурс в принципе заметь вырезается таким образом что подвисает вопрос а есть ли у нас то пространство развитие которое мы можем испечь или давай так пространство понимание территории потому что тогда надо выходить какое-то другое пространство и оперировать каким-то другим пространством с территорией проблема это хороший между прочим вопрос я присоединяюсь к нему я усугублю еще одним пунктом в этом же направлении я думала вы ответите а вы еще не 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 все на самом деле как вы сразу сказали очень сложно когда мы общаемся с профессионалами с градостроительными регионалистами географами они вынуждены и их так учили и так профессия устроена ориентироваться на действующую правовую базу в которой закреплены те основания которые уже были и соответственно перспективная схема базируется на том что является уже далеко не перспективным а ушедшим и мы тащим в эту новую схему будем тащить все те пороки которые через наши представления закреплены уже в правовом в правовой действительности и это не позволяет вообще взглянуть на наше пространство или наше пространство как говорит сергей в сложном взаимодействии пространство мышления пространства коммуникации и пространство вannya и так далее во взаимодействие и поэтому речь идет не а пространством росте не захвате других территорий о понимании того в каких пространствах мы собираемся развиваться и теперь мы должны иметь дело не только с географической картой украины но это и к сожалению такой подход мультипространственные поле пространственное которым мы говорим с большой вероятности не будет принят потому что это считается излишним усложнением и вот так сложные силы что мы говорим с большой вероятностью не будет и но с одной стороны концертируя это то что навряд ли они будет такой подход принят это закладывается еще очень большой риск и угрозы будущих конфликтов потому что если сейчас в мире которые так или иначе но кто говорит переходит там шестому технологическому или другому скажем так технологическому укладу выстраивать пространственную организацию украины на ресурсной основе которая в принципе перечеркнул еще первый самый первый такой от римского колбаска февраля об ограниченности ресурсов тем самым мы закладываем будущие конфликты по сравнению с которыми конфликты которые у нас сейчас происходят на востоке и оккупация крыма покажутся детским лепетом это конфликты вы бы развеете да ну хорошо давайте я продолжу добьет это последний ну давай добьем конфликт связаны в первую очередь с ресурсами первой необходимости ежедневные это конфликты с водой водяные войны которых уже написано очень много более того все что делается сейчас с ресурсных подходов украине связано с интенсификацией эксплуатации водных ресурсов в украине и тем самым дальнейшее их уничтожение возобновление восстановления и создание условий где могла бы восстанавливать например вода в украине не делается ничего и очень многие знаете привыкли считать почему то что у нас куча воды в украине но украина официально признана и в этой части мира практически в европе это одна из очень немногих вододефицитных стран украина призна вода дефицит на более 90 процентов пресной воды в украине не является питьевой и сейчас вот в этом опять же таки в этом залоге решение о развитии частной мелиорации которая вот сейчас кабинет министров активно это дальнейшее усиление эксплуатации ресурсных подходов против которых мы сейчас выступаем то есть прежде чем вы скажете я хочу сказать константину что у нас слова не дают а берут я понял да поэтому вы если что вы смелее потому что они то вам сказать точно не дадут это по опыту я знаю то есть то чем говорил сергей землю мы уже продали ну и еще наверное нет но но стараемся сделать не лют правильно я рассказал мы продали просто мы не знаем про это потому что закон только принят и еще все не легитимировал а мы уже продать а теперь с частыми мелиоративными системами мы продадим воду поскольку вода конечно общее благо но мелиоративные системы которая доставит из одной точки воду в другую будет частная и вы заплатите за все это точно такая же система как было у нас газом который д юре вроде бы народное достояние как все недра и так далее но сеть распределения и добыча частная и вы подытожу просто чтобы было понятно ну да мы встретились по меньшим мере с тремя видениями пространство первое видение которое навязано нами которые мы не не хотим принимать психологически ментально мыслительно пространство как полигон это это не наша деятельность здесь это полигон для европы для россии для сша международных корпораций для мвф мы полигон это первое понимание пространство как полигон второе понимание который предел тарас пространство как наш ресурс но используем бездумно до конца бруштынова республика лесная республика водная то есть там где что-то потребляется то есть республика ради дерибана общего то есть не ради общего дело ради дерибана общего и это такая ну как бы украинцами придумана как бы республика общего дерибана да как бы это второе понимание пространство как как ресурс и третье которое мы пока не в состоянии отстоять или предъявить пространство как условия развития обратите внимание не не полигон и не ресурс как условия развития, как то, что мы можем понять, как пространство, мыслью своей концептно оформить, сказать, это пространство, потом отдельно подумать, а как это пространство можно, в принципе, развивать, и только после этого возникает пространство, как условия развития. То есть мы к этой позиции, которую говорит Южин, еще мыслительно не перешли. Мы мыслью не захватили пространство, чтобы говорить, что это что-то иное, нежели полигон или ресурс. Ну мы уже об этом начали немножко говорить в стратегическом форуме, но я бы хотел остановиться на третьем, вот как ресурсе, на, ну назвал бы это социальный ресурс. И вот здесь, наверное, возможны в этом, просто в социальном пространстве, возможны некоторые изменения, то, чего нельзя сделать сейчас с существующей властью. Потому что власть не рассматривает социальные отношения как потенциал, она рассматривает как инструмент, каким образом, где-то, как использовать, как подрулить и так далее. Но как ресурс, а там же находятся и интеллектуальный ресурс, и образовательные ресурсы, вот там как потенциал, никто этим вообще не занимается, и, наверное, в ближайшее время на уровне прикладном, то бишь законодательном, заниматься не будет. Но, с другой стороны, мы посмотрим тенденцию, как, особенно в городах, социальные группы начинают заявлять свои права на пространство, на пространство во множественном числе. То же самое касается, ну назовем это, экологических протестов против малой ГЭС, да, малых. Малые ГЭС, да. То есть, гидроэлектространции, которая предполагалась, и была такая задумка, настроить много-много маленьких ГЭС на всех горных и малых реках. Много доменных печечек, да? Да, 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 как в Китае строили доменные печи. Но пока эти социальные смыслы, они носят очень локальный и тактический характер, то бишь против чего-то, да. И сейчас важно вот этот потенциал против перевести в потенциал за. Где-то это уже происходит. Люди начинают, ну да, мы против этого, а что мы хотим вместо этого? Или как мы хотим жить? И тогда вот этот вопрос, как, начинает потихоньку влиять на все пространства. В том числе, не побоюсь этого слова, пространства так называемой власти. И тогда есть возможность люди, которые хотят чего-то добиться, которые договорились, условно, со своими, с местными, выйти и принимать решения, как скажет там, либо спильнота, либо громада. Каким-то таким образом. Я же дрался за этот журнал. За мой блокнот, вы просто не за что. Потому что введено же важное различие. Ресурс и потенциал. Ресурс, то, что встраивается в существующие концепты. Индустриальный, постиндустриальный. Потенциал, то, что встраивается в концепты, которые разрабатываются или еще не разработаны. Мыслить потенциалом совсем не то, что мыслить ресурсом. Потенциал, это первейшее условие для развития в его, по отношению к Никитину, третьем понимании. Как то, что непредсказуемо, как то, что не является продолжением. Как то, что является переходом, разрывом. Вот в этом смысле. Тут вот скорее переходом между потенциалом и ресурсом служит актив. Еще раз я принес. Схема, в которой мы пребываем. Базировалось на нескольких идеологемах, которые сейчас, ну, по крайней мере, можно усомневать. Одна из этих идеологем, имперская идеологема, равномерности освоения территории. К этому стремились все регионалисты, экономики, территория должна быть более-менее равномерно заселена. Антропогенно освоена. Ну, вот нам климатические изменения. Хотим мы или не хотим, Тарас уже несколько раз озвучивал эту жуткую цифру. А смещение зоны лесостепей, границы зоны лесостепей, сдвинулось на 200 километров. В Украине. В Украине. Опять, уже бессмысленно обсуждать, что надо сделать, чтобы этого не было. Это уже есть и это уже неостановимо. Мы должны реагировать или адаптироваться к тем изменениям, которые уже неизбежны. А, соответственно, это опустынивание территорий, резкая нехватка воды, ну и так далее, и так далее. Тут же на эту чашку весов проблема вирусов, появление новых заболеваний, как тот же самый ковид. Концентрация людей в больших количествах, в крупных мегаполисах, создает прекрасную почву для распространения вирусов и всеобщего заражения. То есть, равномерное расселение точно так же равномерно распространяет вирус по всей территории. Это все задачки, которые должны быть решены в новом осмыслении нашего пространственного развития и организации нашего ареала бытия, который включает множество пространств. Как минимум предположить, что пространство есть больше, чем одно, начать мыслить разными пространствами, как минимум предположить... Их взаимосвязи. Их взаимосвязи. Как минимум предположить, что кроме полигона и ресурсов есть потенциал или актив, как переход потенциала, как говорит Тарас, и поработать с этим, и попытаться помыслить еще кроме пространства. Ну подождите, у меня под вопрос маленький буквально. Скажите, как мы можем вообще переосмысливать наше пространственное развитие без общего понимания, куда движется страна? А чем мы строим? Вот, спасибо вам большое, поскольку мы шталдычим про это вот из передачи в передачу. Вот видите, я запомнил. И без этого общего видения. Мы можем рисовать любые картинки. Сейчас будут нарисованы благолепные картинки, где будут дороги, города и все остальное. И потерянный триллион долларов. Это все будет нарисовано, но это будет не иметь никакого отношения ни к нашему будущему, ни к нашему пониманию, ни к нашей жизни. Поскольку, как говорит Сергей, игроки находятся вне территории Украины. Украины, управляющие структуры находятся вне территории Украины. Мы будем разрисовывать полигон, а даже не ресурсы. Вот концепции равномерного антропогенного расселения или нагрузки антропогенной может противостоять другая концепция. Обезлюживание территории. Мы уже в одной из программ об этом говорили. Вспоминаем Чернобыльскую зону. Если ее просто не трогать, ее в смысле природы. Она много чего за нас сделает. Вот только руки уберите. Ну так невозможно. Почему? Возможно. Чернобыльская зона. Нет, ну это же исключение. Мы сейчас проводим этот эксперимент. Считается, что 30 тысяч лет оно должно быть восстанавливать. Уверяю вас, хватит меньше. Ну хорошо. Просто мы линейно нарисовали. Еще раз. Опустынивание создают безлюдные территории? Ну конечно создают. Мы должны научиться понимать, как работать, как организовывать, как жить с безлюдными территориями. Это должно быть, наше понятное понимание, одним из оснований рисования на этой простой географической карте. Мы можем, как это была большая программа, возрождение сел. Я понимаю, что сейчас это прозвучит жутко. Может не надо возрождать села в том виде и на тех местах, где они были, и в той организации, в которой они существовали. Может быть, дать им спокойно умереть и не лезть туда своими руками. Люди уехали, села кончились. Точно так же, как и города. Города возникают и города умирают. Надо думать о иных городах, иных поселениях. То есть даже не селах, а иных формах поселения. Поселения. То есть ты говоришь, что сейчас это право городов на эвтаназе. Не только на эвтаназе. Мы же это обсуждали по поводу монопрофильных городов. Ну, мы это всегда видели. Да, монопрофильные города индустриальной эпохи. Но это же очень болезненно. Да. Начиная этот разговор... Десятилетиями. Постойте, не просто болезнь, это смертельно. Вот Донбасс, это что? Да, это смертельно для многих людей. Люди, которые жили в индустриальном цикле, хорошо. Говорят, верните то, что было. А не верните, будем стрелять. Если мы не поставим эти вопросы, будет больнее, чем если мы попытаемся найти приемлемые решения этих вопросов. Можно бесконечно вкачивать деньги в умирающие монопрофильные города, и это их не спасет. Ну, давайте нашим зрителям, хоть для примера, тема-то очень важная. И она, кстати, очень простая для понимания, в отличие от многих других. Извините уж. Давайте несколько примеров нашим зрителям приведем. Какую альтернативу вы говорите? Я не хочу занимать все пространство этой беседы. Две минуты. Это создание новых городов и поселений. Ну, это ничего себе, это я могу сказать. А конкретно? Что это такое? Вместо датирования умирающих отраслей, программы создания условий для проявления другого или иного. Да что-то вы слишком ласково про это говорите. Надо радикальнее сказать. За время независимой Украины не было построено ни одного города, поэтому в независимость Украины с точки зрения урбанистики верить не приходится. Вот это вам радикальная постановка вопросов. Независимость вранье, поскольку она не построила ни одного города. Это радикальная постановка, но это правда. Это правда, но построить можно в условно пустом месте город новый, а можно построить новый город в существующем городе, что гораздо сложнее. И в первую очередь это к тем же моногородам относится. То есть, как, что они видят, чем они заместят свою жизнь, прошлое, каким будущим. Это много раз это уже обсуждалось. И огромное количество попыток реанимировать монопрофильные города путем внедрения туда дополнительных миссий, все они вели к одному и тому же к краху, пустым потраченным. Ну, я в этом смысле, я на стороне Юрия. Дать умереть, похоронить и родить другое. Право на эвтаназию города. Не, ну там же люди в городах. Просто когда выдаёте право на эвтаназию городам, умирает город, а люди строят другой город. Люди, те, которые привязаны к этому умирающему городу, должны иметь возможность дожить вместе с ним свою жизнь. Достойно. Люди, которые способны на рывок в иной мир, в иные технологии. Иной мир, это как-то звучит не очень хорошо. Да, хорошая возможность. Посюсторонний иной мир. Вот, если можно. Должны иметь возможность найти своё место в других технологических пакетах, в других формах поселения, в других коммуникациях и так далее. Это как эта теория апокалипсиса. Нет. Давайте дадим умереть городом. Это не апокалипсис, это рагнарёк. Люди, почитайте вот эту книжку. А что за книжка? Необитаемая земля. Это по сборник, компиляция всей ситуации, связанной с изменением климатом. Можно показать книжку нашу? Да. Она не так давно вышла в русском переводе. И у вас станет значительно меньше вопросов по поводу того, что это. Потому что то, что нас ждёт со стороны природы, со стороны социальных конфликтов и явлений, которые заложены в бомбу, да, вот категория 18+. Это что? Это почему? А потому что... Все грустно? Он прямым текстом пишет, что... Да. Мы все умрём? Ну, постойте, Люд. Если не... Давайте так. Умирание – это совсем другой процесс, нежели перезапуск, обновление или, ну, я не знаю... Преображение. Преобразование. Вы знаете, главный мем, ну, вот киевский мем эпохи карантина. Не работает ларёк, потому что рагнарёк. Да. И это не смерть. Это вот как бы такой конец мира, который обозначает преобразование или преображение. Я два слова буквально добавлю к тому, что старые города должны умереть. Ну, понятно, что всё существует в контекстах. Даже старые, назовём это не города, а места, есть ли, вот, скажем, старая система городов, вот какая-то она вот такая вот есть. У нас есть представление о новой некой системе, неважно, городов, поселений и так далее. Какое-то, причём динамическое. Это не так, что мы карту нарисовали и к ней идём. Это как со стратегией и стратегированием. Если вот это вот мы накладываем, и в новом проекции они совпадают, то да, есть с новым смыслом переосновать, вот Киев, например. Он действительно умирает. Ещё немножко умрёт. Вся Украина схлопнется до размеров Киева. Все сюда едут. Просто все сюда едут. Сколько он ещё будет насыщаться, 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 ну, когда этот пузырь уже лопнет. Мы же говорим о другом, что места, вот эти старые, нужно по-своему обнулить. Они могут, если они совпадают. Да? Но обнулить не так, что взял резинкой, пришёл, всё вытер, все заводы, людей вытер и построил заново. Новый смысл дать этому месту. Для меня не важно. Обнулить – это дать новый смысл. Вот это очень важно. Да, обнулить – это не уничтожить. Вот, пожалуйста. Это дать новое начало, новый смысл для того, чтобы действительно, как Серёжа говорит, развиваться, двигаться в 21 веке и дальше, и за. И этот смысл может разительно отличаться от того, чтобы… И это означает несколько иных мыслительных компетенций, с которыми мы работаем плохо. То есть, работать с опустошением. Работать с опустошённой пустотой. Не бояться смотреть в глаза пустоте, потому что нам навязанный страх пустого места… Мы умеем работать с содержанием. Мы не умеем работать с пустотой. Вот это главная проблема. Мы не встречались с пустотой. По большому счёту и кризиса в Украине никогда не было. Руины были, а кризиса нет. Потому что кризис – это неадекватность вашего мышления действительности. Мы никогда этого не призывали, потому что никогда не фиксировали. Мы всегда, любя себя, были адекватны. И в 1917, и в 1933 мы всегда были адекватны. У нас же кризиса не было. Мы были адекватны. И виноват был враг. А с кризисом не было. В глазетах. Те контроверсийные гипотезы, которые я высказал, они не являются для меня лично символами веры. Это гипотезы, ориентированные на то, чтобы поставить под сомнение заложенные основания и начинать обсуждать основания новых решений. новых решений, ориентированных в XXI век и дальше. Потому что мы настолько зажаты в существующих представлениях. Откуда они взялись, уже не имеет значения. А по всеместности местного самоуправления, которое в европейской хартии записано, что это за бред, понять невозможно. То есть вы сейчас самоуправление назвали местное самоуправление бредом? Публичным? Повсеместность, повсюдность местного самоуправления. Вы не можете создать корпоративный город, потому что у вас сука самоуправление здесь. То есть наличие закона о местном самоуправлении и даже в действующих его демократических форматах, которые, конечно, немножко улучшили ситуацию. Я смотрю, как Юра дипломатически выходит из ситуации, пытаясь подобрать слова просто. Нет, в смысле? Ища заменителем матом? Да, да, да. Так, мучительно. Тяжело. Очень интеллигентно. Тяжело. Сложно быть интеллигентом в нынешней ситуации. Эти все законы кажутся для нас естественным. А если уж они поддержаны Европой, то это просто святыня. И мы даже не можем обсуждать то, что там написано в европейской... Даже не Европа кем-нибудь извне. Да. Даже обсуждать не можем. Вот идея того, чем мы сейчас занимаемся, обсуждать все, не имея никаких ограничений, обсуждать. У нас нету ничего, что мы не могли бы усомнить и предложить взамен некоторые другие или иные основания для нашего пространственного, теперь добавим, много пространственного и много средового развития. Это кардинально меняет подходы. Про поле время не будем сегодня говорить. Сегодня нет. Это совсем сложно будет. Мы сегодня очень простые вещи говорим. Мы сегодня очень-то поговорили. Но вот это вот свободное размышление о наших пространствах и их взаимосвязях, о нашем видении будущего, конечно, стратегическом, как мы все время говорим, которое должно найти отражение в пространственных картинах. Это то, что надо делать. Это то, чем мы занимаемся. Это еще одно направление, в которое мы приглашаем принять участие наших зрителей. Все достойно обсуждения о нем, все достойно мысли о нем. Но не существует ничего, чего бы нельзя было бы опошлить, редуцировать, упростить. Потому что есть люди, которые продвигают стратегию, но потом приходят, делают стратсессию, и ты думаешь, господи, это вот я вот это вот продвигал. Вот на этом вы предлагаете закончить, друзья. У меня есть какое-то другое. Вот я сегодня, кроме всего, кроме того, что услышала много интересного, обнаружила для себя новое слово «усомневать». Юра, это интересно, это неожиданно. Ну, со времен Декарта это не является новым словом. Если для вас становится новым, пусть будет. Это для меня оказалось новое, представляете? Вот оказывается, со времен Декарта я не знала этого нового слова. Ну что же, это был стратегический форум, и я надеюсь, в среду мы продолжим. Да. Правильно понимаю? Ну и, конечно, наш участок. Если не случится, Рагнарюк. Он уже идет. Он уже идет. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш стратегический форум, и, конечно, увидимся в среду, если не случится, как сказал Сергей Рагнарюк. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok